Уральск Новый микрорайон носит название Агжаик. Согласно Уральскому генплану, здесь будет расположено 150 жилых домов, 8 школ, 9 детских садов и аж 80 спортивных объектов. Но самой грандиозной постройкой, по задумкам архитекторов, является мост через реку Чаган. Благодаря нему жители из центра Уральска могут всего за 5 минут добраться до нового микрорайона, тем самым избегая объезда через Омеговский мост и поселок Деркул. Новый микрорайон уже радует гостей Уральска, да и горожане не отказывают себе удовольствие прогуляться по местному парку. Назван он в честь первого президента и представляет собой огромную площадь с множеством фонтанов, аллей и памятных мест. Даже в жаркую погоду здесь много людей. Ребятишки катаются на велосипедах, самокатах, отдыхают у фонтанов. Украшением нового микрорайона по праву считается Центр искусств имени Кадыра Мрза Али и памятник знаменитому казахстанскому писателю. Сейчас мы находимся в музее известного писателя, народного поэта, а также соавтора гимна Казахстана – Кадыр Мрза Али. Этот прекрасный аффитеатр был посвящен ему и построен в 2015 году. Кадыр Мрза Али внес огромный вклад в развитие литературного творчества Казахстана. И хотя он писал на казахском языке, с его творчеством знакомы во многих странах мира. Произведения известного поэта, сборники его стихов переведены на русский, немецкий, литовский, эстонский, татарский и многие другие языки. Всего же им написаны около 50 поэтических сборников и свыше 200 песен. Центр искусства Кадыра Мрза Али уникален как по своему архитектурному замыслу, так и по сути своей работы. Здесь располагается большой амфитеатр, рассчитан он на тысячу человек. Есть концертный зал с современными спецэффектами и хорошей акустикой, конференц-зал, а также и библиотека, насчитывающая свыше миллиона разных книг. Кроме того, в этом центре есть и уникальный музей Кадыра Мрза Али. Каждый желающий может узнать о творчестве знаменитого поэта, увидеть его личные вещи и книги, которые были им написаны. Гуляя по новому микрорайону, кажется, будто здесь всё, всё новое. Однако же Уральск – один из старейших городов Казахстана. Более того, гиды уверяют, что именно этот город заложил основу собственной казахской государственности. Уральский и вообще Западный Казахстан в действительности считают колыбелью казахской государственности. Она так и есть, потому что вся атрибутика первая – это библиотека, это образование. В 1812 году уже здесь открывались образования, школы, библиотека, аптека 1832 год. Первый театр Казахстана здесь был в 1858 год имени Макарова. Всё самое первое открывалось именно здесь, в Западном Казахстане. Рязанско-Уральская железная дорога была протянута до Казахстана, до Уральска впервые в 1894 году атаманом Шиповой. Сейчас у нас посёлок из имени Шипова. Усилиями этого атамана было посредством суда. В 1894 году прибыли уже первые эшелоны. Они были как товарники, так и пассажирские уже прибыли. Так что Казахская железная дорога столько очень много лет получается, да, впервые до Уральска была, соединяла Рязань с Уральском. Уральск поистине во многом стал для других городов Казахстана примером. И подтверждение тому то, что в этом году побывало рекордное число знаменитых людей. Два императора России, десятки великих поэтов и писателей, мировые учёные и известные казаки. Такой маленький город и такая у него большая история. Об Уральске рассказывать можно очень много. Все писатели, поэты. Вот только в атаманском доме побывали два царя российских. Это Александр II в 1837 году. Сопровождал его тогда как воспитатель в качестве Жуковскиса. В 1930-е годы, в течение 30-х годов часто побывал неоднократно здесь, в Даль, Владимир Владимирович Даль. Мы знаем, да, он автор толкового большого словаря. Он был очень близок к казахскому народу, владел казахским языком, чисто говорят, потому что Мохамбет Утеминцев сидя, например, в тюрьме просил именно разобраться в казахских проблемных вопросах казахов чиновника Даль. Видите, как он просил, как адвоката, да, просил. Вот такие есть сведения. Далее там побывал Лев Николаевич Столстой. Он приезжал к другу по Крымской войне, атаману Столыпину. Он сам в письме домой писал, что я вот с Самары. Он отдыхал там, каргалы, кумыс пил. Он говорит, я сейчас нахожусь в Уральске. Застал своего друга по Крымской войне атаманом этого гейтского городка. Я пишу очень мало, потому что кумыс одолевает меня, при кумысе одолевает меня сном. Вот получается, видите, как лечился он здесь. В Уральске побывали два императора России – Александр II и Николай II, а также выдающиеся исторические личности – Пугачёв, учёные Гумбель, Палас, писатели Крылов, Державин, Толстой, Пушкин, Таль. Список можно продолжать очень долго. Большинство гостей высоко отзывались о городе. Один из учёных, входивших в состав Гумбольтовской экспедиции 1828 года, даже сказал, что Уральск – самый красивый город после их выезда из Москвы. Алексей Толстой был удивлён количеством соборов и мечетей. В маленьком Уральске в середине XIX века он насчитал 17 церквей и 7 мечетей. Справедливости ради стоит отметить, что и по сей день соборы Уральска – настоящее украшение города. Золотая церковь в центре – Михайло-Архангельский собор XVIII века, который, к слову, является самым старинным зданием Уральска. А ещё украшают город-реки. Их три – Урал, Чаган и Деркул. Благодаря Уралу город располагается в европейской части страны. Его совершенно точно можно назвать европейским. Полуспел город и в детско-юношеском туризме. Вы не поверите, но этот вид туризма входит в тройку лучших во всём подсоветском пространстве. Может, благодаря рекам, у которых раскинулись множество детских лагерей. А может, благодаря любви уральцев к детям. Молодёжный туризм здесь особенно развит. Детей учат быть смелыми, ловкими и сильными. Находить выход из сложных ситуаций, ценить настоящую дружбу и любить родной край. В центре детского туризма более 50 кружков, которые посещают около 700 детей. Часто здесь проходят слёты экспедиционных отрядов, тематические краеведческие олимпиады, фестивали барбовской песни. В соревнованиях, конкурсах и дискотеках принимают участие сотни детей со всей страны. Дети здесь резвятся с такой душой, что и мы не смогли отказать себе в удовольствии присоединиться к ним. Сегодня мы налюбовались конфетой современного Уральска, посмеялись и потанцевали от души. Но на этом наше путешествие заканчивается. А с вами были Гульбахет, Артем. Увидимся в другой точке Казахстана. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»